Спасибо. Уважаемые коллеги, сегодня мы поговорим с вами о цифровых сервисах, которые очень важны в работе педагога и воспитателя. Я сейчас буквально обзорно пробегусь по презентации, о чем эта презентация, да, и перейду уже на формат такого мастер-класса, покажу конкретно сами сервисы, как в них можно работать, какие можно упражнения, значит, воспроизводить и представлять аудиторию учащихся. Итак, мы поговорим о сервисе Мира, который находится по адресу мира.com. Если вам этот сервис знаком, нажимайте на огонек или поставьте в чате плюсик. Так. Прекрасно. Так. Рассмотрим интерфейс основной этого сервиса, как составлять так называемые SGM-карты для студента, для обучающегося, как можно составлять интерактивные игры для дошкольников и использовать для проектирования образовательных программ. Так. Дальше. Затем рассмотрим доску Google Jumpboard. Если вы знакомы с этой доской, то, пожалуйста, тоже нажмите огонечек, чтобы я посмотрел, как вы часто ее используете. Так. Прекрасно. Так. Доска под лет. И рассмотрим также сервис создания интерактивных упражнений Learning Apps. И на примере как раз именно для дошкольников. И еще один такой есть сервис интерактивных опросов, называется Mentimeter. Так. Если у вас, да, если какие-то возникают вопросы и так далее, то ставьте, значит, пишите в чат и, соответственно, значит, если какие-то моменты вы уже знаете, тоже об этом можете написать. Так. Ну все. Я запускаю демонстрацию экрана и перехожу на доску мира. Итак, значит, сервис мира. Я не буду здесь рассказывать о том, как авторизоваться и так далее. В общем-то, все это очень просто сделать. Если тем более у вас есть учетная запись на, значит, Google, то можно зайти через Google и, значит, очень просто кликнуть одну кнопочку, авторизовать через Google и заходить вот в такой сервис. Здесь у вас первая строчка будет, скажем так, create a board, то есть создать новую доску и варианты размещения всевозможных элементов. И all boards – это, значит, все доски, которые вы создали. В бесплатном варианте у вас будет три доски, но можно оформить академическую лицензию для того, чтобы расширить возможность использования. Правда, в последнее время, значит, от многих коллег я слышу, что все это очень медленно делается со стороны данного сервиса. И, в принципе, в общем-то, можно сказать, что три доски вполне достаточно. Итак, я открываю эту доску Logical Map of the Program, специально заготовленную для сегодняшнего занятия. И как раз сегодня мы с вами рассмотрим ряд моментов, то есть для чего и как можно эту доску использовать. Итак, ну, во-первых, мы используем такие вот специальные планшеты графические, значит, карандаши для того, чтобы можно было на такой доске писать. И со студентами, с обучающимисями мы как раз вот используем эти самые элементы. Соответственно, здесь можно выбрать такую вот ручку и, значит, можно что-то писать, подчеркивать и так далее. На верхней части экрана как раз вот именно представлена Student Journey Map, SGM, карта путешествия студента по какой-то одной теме или совокупности тем, по разделу и так далее, которую можно представить вот таким образом и сделать ссылки в каждом блоке на соответствующий материал, который вы также можете разместить на данной доске. Как это я чуть позже покажу. Дальше. Второй аспект использования данной доски – это можно совместно с коллегами организовывать такое корпоративное взаимодействие по проектированию образовательной программы, образовательной траектории учащихся. Вот в данном случае мы как-то с коллегами, значит, здесь как раз данную доску использовали для визуализации образовательной траектории учащихся, которая поступает к нам в нашу университетскую школу обучения базовым навыкам программирования на языке Python. Вот. И мы как раз это все очень долго спорили. Здесь можно организовать совместную работу, если нажать на кнопочку «Шея» и, соответственно, вот скопировать здесь ссылочку и отправить своим коллегам. Далее. Немножко объясню интерфейс для тех, кто, значит, не знаком с доской мира. Итак, значит, первая кнопочка – это как раз кнопка управления курсором. Если мы ее выбираем, мы можем, соответственно, двигать объекты. Вторая кнопочка – это шаблоны. Здесь можно выбрать всевозможные шаблоны, которые можно вставлять на доску и, соответственно, вписывать какие-то определенные значения. «Т» – это текст, то есть можно делать надписи, значит, рисовать всевозможные фигуры. Стрелки показывают направление процессов, рисовать линию. Ну, это я уже показывал маркер, который позволяет рисовать что-то. И, соответственно, вот выбираем маркер, порисовали что-то и выбираем ластик. Можно это все стереть. Дальше. Это стикеры. То есть вот такие стикеры можно делать и надписывать их, особенно когда вы делите доску на соответствующие разделы. Далее. Можно оставлять комментарии. Здесь этот инструмент называется «Фрейм». Фрейм, который позволяет выделить на доске какой-то определенный участок и акцентирует на нем внимание. Ну и, соответственно, кнопочка вставки объектов всевозможных, в том числе видеообъектов. И кнопка интеграции мира с другими цифровыми сервисами, такими как Mentimeter, Kahoot, Zoom и так далее. Следующая у нас панель. Это вот верхняя панель мира. Logical Map of the Program. Название программы. Здесь можно менять это название. Соответственно, если мы кликаем по кнопке мира, мы выходим в основной раздел сервиса, где у нас представлены все доски. Здесь мы можем сделать экспорт доски, в том числе выгрузить доску в PDF формате, все, что на ней написано. И, значит, стрелочки управления действиями вперед-назад. Следующая у нас административная панель, нижняя. Здесь сразу замечу, что в бесплатной версии не все доступно. Недоступно, например, проведение совместной здесь же видеоконференции таймера. Таймер не работает для выполнения задания. Видеоконференция, но управление фреймами и режим демонстрации, а также комментарии здесь работают. И еще вот здесь вот есть верхняя, значит, правая административная панель, где можно, во-первых, показывать реакции нашим обучающимся на материал или на какую-то совместную работу. Показан владелец доски. Ну, соответственно, кнопочка шея – это то, что мы можем предоставить доступ по ссылке. Дальше следующая – настройка вида доски, получение помощи. Колокольчик – это событие, которое происходит, если там кто-то что-то написал. Значок такой вот, скажем так, значок поиска и блокнот, вид такой странички – это как раз мы можем оставлять комментарии. Вот основной очень несложный, простой интерфейс, и очень легко можно разобраться. И у, значит, данной доски есть соответствующий сервис Мира Инверс, где можно все это посмотреть, и есть видеозаписи. Даже если какой-то вы новый элемент используете, то впервые, значит, данный сервис включает вам сразу помощь и предлагает посмотреть видеоролик об этом элементе. Если вы на доске работаете, значит, ну, зарегистрироваться, работаете впервые. Итак, я сейчас предлагаю быстренько собрать какую-нибудь CGM, SGM-карту студента. Например, я нажимаю здесь на значок ниже стрелочки, это как раз шаблоны, и выбираю из шаблонов, из категории шаблонов «Карты с диаграммой», выбираю такой вот «Flow chart». И, соответственно, значит, вставляем это все на доску. Так, и, значит, дальше здесь можно, соответственно, менять, удалять блоки, ненужные, например, да. Вот я какие-нибудь здесь удалю. Так, это можно удалить, это можно удалить. Ну, вот так вот. Можно рисовать стрелочки. И, соответственно, можно надписывать эти блоки, менять надписи. То есть, ну, например, напишем, что у нас будет занятие 14 декабря. Здесь, например, у нас будет какое-нибудь решение входной задачи. Если в ромбике мы укажем, что задача решена правильно, то, соответственно, переход на просмотр скринкаста какого-нибудь по теме 2. Здесь решение задачи, например, по теме 1. Ну, я сейчас просто фантазирую на ходу. Если задача решена неправильно, то здесь напишем метап с преподавателем, то есть встреча с преподавателем по ссылке. И сюда можно какую-то ссылку привезти, например, на Zoom, чтобы можно было еще раз разобрать данную задачу. Здесь у нас, получается, следующий блок будет после просмотра скринкаста. Решение задач домашних заданий по теме 2. И в конце у нас будет, значит, тестирование. Вот такую карту мы собрали. Далее, значит, можно поставить здесь теперь ссылки, где взять решение задачи. Заранее здесь я заготовил какие-то условия задач, так называемые документы, канбаны всевозможные. Соответственно, выбираем блок, который здесь у нас есть. Выбираем, значит, щелкаем, выбираем link to и указываем объект. Либо вставляем ссылку из интернета, либо указываем объект. Я укажу вот этот вот самый объект, нажимая кнопочку confirm, то есть принять. И у меня таким образом ссылочка образовалась. Вот она. То есть учащийся видит эту карту, по ссылке заходит, которую мы заранее отправили, кликает здесь вот на стрелочку и переходит на решение задачи. Дальше. Что можно еще сделать? Соответственно, мы можем доску сегментировать, разделить, например, по фамилиям студентов. И здесь студенты либо прикладывают фотографию своего решения, то есть то, что они написали в тетради, в блокноте, либо, значит, здесь пишут решение, используя соответствующий маркер, который я уже показывал. То есть, например, y равняется x квадрат, там какое-нибудь уравнение решает или еще что-то. И здесь мы можем это увидеть и оценить. Далее. Соответственно, следующий момент. Сюда можно также вставить какую-нибудь ссылку. Ну, я уже заранее тут заготовил ссылочки, поэтому сейчас я открою какую-нибудь ссылку, например, вот эту. Копирую, перехожу на доску и нажимаю Ctrl-V. В итоге у меня, значит, видео с YouTube в соответствии, значит, с этой, по этой теме, оно будет, в общем-то, размещено. И над этим или под этим блоком, который у меня есть, и, соответственно, учащийся может посмотреть это видео и приступить к решению задачи. Так, здесь вот надо немножко поправить. Поставим тему два. Далее. Задачи также можно размещать, соответственно, используя Kanban. То есть, опять-таки, берем, нажимаем шаблон, выбираем соответствующий Kanban, который здесь есть. Здесь много всевозможных вариантов, много всевозможных шаблонов, которые можно здесь выбрать. Я выбрал вот два таких. Это просто для примера, что вот так вот можно сделать и написать стикерами задания. Я обычно использую вот такой шаблон, где применяется, значит, указывает дату, то есть расписывая самостоятельную работу учащегося 25 декабря, 26 декабря, 27 декабря, и что он должен здесь, соответственно, делать. И если нужно, то добавляем сюда какое-то задание, соответственно, вписываем это задание для ознакомления, либо добавляем какую-то ссылку. Соответственно, здесь можно опять-таки сделать в этом блоке, сделать ссылку на этот Kanban. То есть, щелкаем этот блок, выбираем потом три точки и выбираем Link to или Ctrl-K нажимаем. Переходим на этот вот самый Kanban с заданиями, щелкаем на нем. Потом автоматически ссылка прописывается, подтверждаем действие. И, пожалуйста, у нас организовалась ссылка на данный перечень заданий. Мы щелкнули по ссылке, студенты щелкнули и перешли, и знают, что им делать по дням, какие задания они должны выполнить по данной теме. Также здесь в данном инструменте можно загружать документы. То есть, очень просто это делается. Выбираем любой документ, который у меня есть вот в папочке. Так, сейчас, пять секунд. И просто перетаскиваем на доску. Документ появляется здесь, на него также можно поставить ссылку. И очень удобно, если мы работаем с какими-то PDF-файлами, когда мы сюда можем целую PDF-инструкцию загрузить из нескольких страниц. Это не будет не каждая страница, это будет один PDF-ный документ, который можно просмотреть, пролистать и, значит, прямо здесь посмотреть на этой доске. Это первый вариант такого использования, который вот как именно построение образовательной траектории учащегося. И, соответственно, вот я являюсь действующим онлайн-репетитором по информатике, по подготовке к программированию. И мы этот элемент, этот сервис очень эффективно используем, когда работаем в микрогруппах с учащимися, 4-5 человек, сегментируем доску. И это один из самых мощных таких инструментов визуализации проведения занятий. То есть я вот просто на сегодняшний день без мира не представляю, например, своей деятельности как репетитор. Дальше. Следующий момент, который мы рассмотрим, это для воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Как можно применить? Можно спроектировать игру интерактивную, которая называется «Веселый гномик». Я здесь заготовил некоторые моменты, значит, сделал такой вот фрейм, выделяю вот такую вот область акцентуации внимания. Значит, соответственно, здесь можно выделить фон, но я это делать не буду. Вот у меня уже заготовлен такой фрагмент и собраны упражнения, задания, которые я делаю в виде таких вот стикеров. Выбираю стикер, клею стикер на доску, соответственно, и прописываю какое-то задание, которое я буду использовать на вот этом вот фрейме. Итак, я беру первый стикер «Старт», затем беру, например, «Найти пару», «Найти двойника», «Найти 10 отличий», «Сколько нас», например. Ну, всевозможные упражнения, такие популярные, которые, в общем-то, используются в играх для детей. Значит, «Финиш», «Подбери там заплатку» и так далее. Дальше все это связываем соответствующими стрелочками. Так, связали. И подбираем... А, ну, можно какой-нибудь бонус сделать, то есть викторину с вопросами. И если, например, учащиеся удачно ее прошли, то, значит, приз такой, досрочное завершение. Ну, что-нибудь такое. Подбираем кого-нибудь героя, в данном случае вот «Веселый гномик», который мы ставим вот рядом с кнопкой «Старт». И я нашел изображение кубиков. Обычно я использую сервис «Пинтерест». Там очень много всевозможных, значит, изображений бесплатных предлагается. И вот есть такой сервис, который называется «Отзыв.сайт». Это как раз вот сервис интерактивных элементов, который позволяет использовать в играх. Соответственно, здесь вот я подготовил, вот, используя этот сервис. Вот здесь есть «Бросить кости онлайн», то есть такой генератор кубиков. Можно два поставить, можно три поставить. Но я, значит, использую один. И беру эту ссылочку на данный интерактивный кубик, копирую эту ссылочку, перехожу на доску, выбираю объект. И, соответственно, указываю, выбираю, значит, три точки, потом «Link to» ссылку и нажимаю «Ctrl V». То есть копирую эту ссылку, вставляю, подтверждаю, и у меня образуется такая вот ссылка, значит, здесь на кубика, которую нужно нажать, чтобы бросить кубик, определить, сколько нужно пройти, то есть шагов по данной вот этой самой карте игры. И заранее, конечно же, заготавливаю здесь какие-то задания, которые выполняет учащийся. Ну, например, «Найди лишнее», да? Так, где у нас это задание? «Найди лишнее». Берем, нажимаем здесь ссылку, «Link to», переходим на данный блок, щелкаем его, то есть автоматически ссылка прописывается, потом подтверждаем. Все. Значит, у нас ссылочка на данное, значит, задание есть. Если у нас учащийся попал на эту клетку при броске, значит, кубиков, да, там раз, два, три, четыре, пять, шесть, там и так далее, значит, нажимаем соответствующую ссылочку и перемещаемся на задание, он выполняет это задание. Соответственно, отсюда делаем кнопку перехода, также обратно на фрейм, щелкаем его и переходим обратно, получается, в эту самую игру. Так, ну, еще у нас, наверное, будет упражнение, интерактивное упражнение. Как раз я воспользуюсь вот таким вот сервисом, который называется Learning Apps. Я в конце сегодняшнего вебинара об этом расскажу. Так, подготовил ряд упражнений и, соответственно, здесь вот есть вот ссылочка на это упражнение. Я ее копирую с этого сервиса, перехожу, перехожу в этот блок найти двойника и, соответственно, выбираю ссылку Link to. Значит, вставляю Ctrl V нажимаю клавишу, да, то есть вставляю вот эту самую ссылку на интерактивное упражнение. Если я ее нажму, то есть при броске кубика, значит, нажму эту самую ссылку, то я попадаю на вот это самое интерактивное упражнение, которое необходимо выполнить. То есть найти пару, соответственно, сравнить всех попугаев. Если есть одинаковые попугаи, просто совмещаем и, соответственно, здание пройдено. Ну, как работает кубик, значит, щелкаем вот эту ссылочку. Выбираем один кубик, бросаем кубик, один и, соответственно, переходим, значит, гномиком, значит, переходим на соответствующую кнопку. Щелкаем ссылку, переходим на задание, выполняем задание. Опять, значит, в следующий раз переходим, так, возвращаемся обратно, значит, еще раз бросаем кубик, получается шесть. Ну, соответственно, сдвигаем на шесть позиций и выполняем то задание, которое, значит, будет расположено по этой клетке, по этой ссылке. Вот такие интерактивные упражнения можно создавать на доске мира и демонстрировать на плазменной панели, на интерактивной доске, а также можно делать, ну, все это можно представлять на планшете. Так, если есть какие-то вопросы, пожелания, пишите в чате. Так, спасибо, очень радуют отзывы за классную идею. Ну, я не видел никаких ограничений, отвечая Ольге, насколько бесконечна доска мира, там можно до бесконечности. Единственное, что если много картинок, она начинает подтормаживать, поэтому я периодически делаю выгрузку в PDF-формате и потом уже дальше, соответственно, очищаю эту доску и заново мы идем. Так, ссылки можно сделать с любого элемента в любом шаблоне. Да, да, с любого элемента в любом шаблоне можно делать ссылки. Хорошо, я рад очень, что вам понравилось. Да, конечно, запись видео будет. Так, ну, на этом я предлагаю завершить с доской мира и перейти на следующую доску Jumpboard от Google. Как выбрать этот элемент, эту доску? В принципе, вот я открою сейчас свою учетную запись на Google, да, вот почта у меня щелкает 9 волшебных точек. И здесь у меня все сервисы с Google есть. Соответственно, здесь вот есть у меня сервис Jumpboard. Вот я его нажимаю и у меня открываются доски, значит, сервис доски Jumpboard. Сразу скажу, что этот элемент, эта доска, она беднее по интерфейсу, чем мира, но тем не менее многие ученики у меня, вот здесь видите, вот мы репетируем по информатике. Здесь у меня ученики активно занимаются и им это нравится больше. Чтобы добавить новую доску, надо щелкнуть по кнопочке плюс. Просто создать Jump файл. Я это делать не буду. Вот у меня создана доска для сегодняшнего с вами занятия. И здесь, значит, как раз вот начинаем рассматривать интерфейс этой доски. В презентации тоже описание интерфейса есть. Если у кого нет доступа к экрану, можете посмотреть. Здесь вся работа ведется на слайдах. Таких слайдов 20 всего на каждой доске. И интерфейс довольно очень простой. То есть есть обычная ручка. Нажали, пишем. Ластик нажали, стираем. Управление курсором. Затем обычный стикер. Ну, обычно я его вешаю на какую-то презентацию, там пишу название темы и, значит, разграничиваю слайды. Там тема первая, так-то называется. Слайды разграничивал. Добавить изображение, добавить фигуры. Значит, причем очень просто можно изображение делать, используя так называемый обычный скриншот. То есть я могу вот сейчас, например, перейти на эту доску, нажать print screen, отсканировать какую-то часть экрана, какой-то картинки. Ну, быстренько сейчас давайте это сделаю. Так. Ctrl-C я копирую в буфер обмена рисунок. Перехожу, значит, на доску. Давайте на второй слайд. Перехожу. Использую, соответственно, эту стрелочку к управлению курсором. Нажимаю Ctrl-V. Копирую из буфера обмена рисунок. И, пожалуйста, у меня рисунок очень просто все вставился на данную доску. Можно также использовать различные фоны. Это особенно хорошо, когда вы используете интерактивную доску в классе. То есть клеточки всевозможные, значит, линейки, где можно все это аккуратно писать. Ну, соответственно, есть кнопка «Очистить фрейм». Переключение происходит между слайдами таким образом, то есть кликаем на стрелочке вперед-назад. И также можно выгрузить эту доску и настройку доступа. То есть можно щелкнуть настройку доступа, соответственно, копировать ссылку. И можно изменить права доступа. То есть если вы хотите, чтобы учащийся тоже писал на этой доске, то обязательно поставьте ему право «Редактор». Скопировали ссылку, отправили и в каком-либо мессенджере, в чате, по электронной почте. И, соответственно, учащийся заходит и совместно бьет эту доску, и можно организовать совместную работу. Если у меня работают микрогруппы, то в этом случае я обычно делю слайды и говорю. Третий слайд делает, например, Никита, четвертый слайд делает Амир, или, говорю так, пятый слайд делает Амир плюс Никита, а четвертый слайд – Тагир и Аскар, например. То есть, и, соответственно, вот делим это все и на каждом слайде размещаем задания, которые выполняет учащийся. Вот, все очень просто, тоже рекомендую к использованию. И именно здесь плюс джамборда – это то, что очень простая доска, и, как правило, в общем-то, здесь бесконечное количество этих досок можно создавать, но с единственным ограничением одна доска – 20 слайдов. Нет, доски, отвечу на вопросы, остановлюсь немножко, да, отвечу, Лидия. Нет, ничего откачать не надо, вы просто вводите в интернете адрес мира.ком, и, соответственно, в своей учетной записи можете даже так вот ввести – jumpboard.google.com. Адреса в презентации тоже есть, которая, значит, вот закреплена к сегодняшнему вебинару. Значит, мира.ком регистрируйтесь и jumpboard.google.com. Но чтобы воспользоваться джамбордом, необходимо, чтобы у вас была учетная запись создана в Гугле. Да, запись вебинара, конечно, будет. Так, идем дальше. Следующий сервис называется доска Padlet. Как на нее попасть? Вводим адрес padlet.com. Ну, соответственно, регистрируемся. Я не буду показывать регистрацию, это все очень просто. Для того, чтобы создать доску, необходимо кликнуть, когда вы зашли уже на этот сервис, то есть авторизовались, ввезли свой логин, пароль. Логин обычно ваш email-адрес. Зашли, выбираем создать доску Padlet. Если вы хотите присоединиться к какой-то готовой доске, которую вам скинули ссылку, то, соответственно, жмите сюда. Вот, ну, начнем с этого, значит, такого вот, кнопочки такой розовой создать доску Padlet. Нажимаем, и здесь предлагаются разные форматы. То есть как будут размещаться элементы на данной доске. То есть это стена, лента, раскадровка, колонки, карта, холст, хронология. То есть особенно как, ну, типа временной оси используется, интерактивную временную ось можно сделать. Вот, я обычно использую стену. Мне этот вот нравится данный элемент. И здесь я уже сделал заготовки, вот, например, подготовка ЕГЭ по информатике. Когда мы с учащимся, во-первых, мне как преподавателю удобно планировать занятия, во-вторых, я разграничиваю материал по темам, четко, значит, сегментирую, и сюда прикладываю какие-то ссылки, которые можно увидеть на какие-то дополнительные ресурсы, которые я посмотрел. Можно свои видео какие-то ссылки кидать с YouTube или с Яндекс.Диска, например, да. Можно, если хороший материал есть, тоже интересный и качественный, тоже можно сюда закрепить в виде ссылок. И, соответственно, готовлю задания в формате вордовских файлов. И сейчас я продемонстрирую, как такой раздел заполнять. И у меня учащиеся знают, что они в первой теме проходили вот это, во второй вот это, тема третья вот это, следующая тема и так далее. То есть я могу, например, управлять их самостоятельной работой. Говорю, так, ребята, перед занятием, пожалуйста, ознакомьтесь вот с этим, посмотрите такой-то видеофрагмент. Значит, и здесь я могу давать им домашнее задание. Как только учащийся, значит, решил домашнее задание, он может сфотографировать, сюда разместить, может даже записать видео-скринкаст, разместить, как он это задание решал, а может просто написать, значит, и отправить фото, то есть прикрепив вордовский файл. Можно печатать, может сделать скринкаст программы, как он написал программу, например, по той или иной задаче в Пайтоне. То есть ему тоже это доступно. Итак, создаем раздел. Я создаю раздел «Тема 4». Я заранее подготовился, соответственно, у меня контент уже здесь разработан, поэтому я сейчас просто буду копировать и вставлять. Так, тема 4. Вот я ее, например, копирую, хожу сюда, кликаю просто мышкой на разделе, нажимаю «Ctrl-V», вставляю, сохраняю. Все, раздел создан. Дальше. Щелкаю по кнопке «плюсик». Данный сервис предлагает здесь, значит, добавить что? Добавить документ, добавить фотографию, добавить ссылку, добавить рисунок. Если нам не хватает этих элементов, жмем три кнопочки и выбираем еще, значит, элементы. Это запись видео можно добавить, значит, включить камеру, проговорить что-то, ну и так далее. Вот здесь вот весь инструментарий несложный представлен, я не буду о нем подробно рассказывать, я просто возьму ссылку, нажму и, соответственно, ссылку скопирую из документа заранее заготовленного, то есть ссылку с YouTube на какой-нибудь видеоролик, копирую сюда, сюда и кликаю «Опубликовать». У меня ссылка опубликована. Дальше нажимая кнопочка «Плюс», я хочу загрузить сюда файл с домашним заданием, то есть нажимаю вот этот значок и выбираю задачу, то есть выбираю текстовый документ задачи, нажимаю «Открыть», щелкаю кнопочку «Опубликовать». Вот, и у меня документ здесь появляется. Вот таким образом, используя такую вот канбан-доску под лет, можно, значит, сегментировать занятия. Если «Мира» и «Джамборд» можно использовать как рабочее поле для скриншотов, обычно я использую так, что я туда какие-то скриншоты кидаю, мы там пишем, разбираем задачи, делаю скриншоты с экрана, например, если задача по программированию в Python непонятна, то есть в самой среде программирования я делаю скриншот, скриншот кидаю на доску «Мира», рисую блок-схему, разбираем и так далее. То есть «Мира» и «Джамборд» как интерактивный элемент для взаимодействия. А если вот именно для такой четкой хронологии, чтобы они понимали, потому что надо выстраивать логику реализации подготовки к темам, то лучше всего использовать, конечно, доску под лет вот в виде такого канбана. Так, я готов ответить на ваши вопросы, если они есть. Давайте я сейчас вернусь в чат. Ну, так, ссылка на регистрацию. Просто «мира.ком», получается, мы вводим «мира.ком» и все. Ну, конечно, здесь уже, значит, зашел, поэтому я могу отсюда выйти, и там просто будет найти, значит, создать учетную запись. Так. Ссылка на последний ресурс, да? Вот так она будет выглядеть. Сейчас я наберу в чате. Подлет.ком. Да, в «Мира» есть тоже шаблон «Канбан». Да, вот я его демонстрировал. Конечно же, он есть. Да, да, да. Конечно же, он есть. Так, 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 сейчас, пять секунд. Пять секунд. Да, вот они, эти шаблоны. Это все есть. Я просто к тому говорю, что подлет позволяет очень, если «мира» такой очень большой материал, то есть, ну, какая-то такая безграничная доска, то подлет позволяет вот как бы акцентировать внимание. Это просто мой опыт работы с учащимися и позволяет вот четко им представлять структуру, потому что «мира» очень большая доска, когда там очень много пишешь на занятиях влево, вправо, вверх, вниз и так далее, теряется вот эта вот самая логика программы. Программа в подлет, она вот очень четко прослеживается. Вот занятие, тема такая, это вот такой-то материал. В кучку собрали по первой теме, по второй теме, по третьей и так далее. Да, я в «мира» зарегистрирую как преподаватель. Не вижу вопрос. Так, настраиваются ли там уведомления о новой записи? Да, обычно настраиваются, и «мира», если там у меня ученик работает, то, соответственно, приходит на электронную почту сообщение о том, что там, например, пользователь Никита изменил, значит, сделал изменение на доске. В подлете, так, нет, по-моему, нет, в подлете нет. Так, ну что, шагаем дальше. Итак, следующий момент, что я хотел рассказать, это интерактивный сервис, который называется Learning Apps. Это сервис создания интерактивных упражнений. И, пожалуйста, в чате поставьте знак «плюса», если вы с этим сервисом знакомы, его используете. Так, есть. Прекрасно. Ну, хорошо, хорошо, что вы знакомы. Тогда не буду столь подробно. И, в общем, здесь вот, если нажать «Все упражнения», то, соответственно, здесь очень много упражнений собрано, которые можно использовать у себя на уроках. И если новое упражнение, то, соответственно, нажимаем «Новое упражнение». И здесь у нас как раз вот есть классификация этих новых упражнений. Найти пару, классифицировать объекты, хронологическая линейка, упорядочить, подсортировать, вести текст, викторины, кроссворды и так далее. Я хочу просто продемонстрировать для дошкольников, как это можно использовать. Данную доску я для воспитателей, то есть, короче, выбираю вот это вот, например, «Найти пару» инструмент. Здесь предлагается какое-то решение там. Но я нажимаю «Создать новое упражнение» и, соответственно, пишу задание. Значит, инструкцию к заданию. Ну, я очень кратко напишу. «Найди пару». Значит, дальше я загружаю сюда картинки. Так, соответственно, здесь давайте сразу я заготовлю. У меня есть заготовки. Вот такого попугайчика загрузим. Так, что-то, что-то. Так, хорошо. Пробуем по-другому сделать. Так, открыть. Так, картинка есть первая. Дальше картинка вторая, которая соответствует этой паре. Вот это, например. Так, дальше те, которые элементы не соответствуют паре. Мы загружаем дальше, ну, чтобы было какое-то пространство вариантов. Вот это, например. Так, добавить следующий элемент. Нажимаем вот этого попугайчика. Добавить следующий элемент. Так, нажимаем вот этого попугайчика. Так, заполнили. Дальше удалять проставленные пары можно сделать. Карты, значит, друг на друга накладывать, когда мы совмещаем. Можно просто карты бок о бок, например, сделать, да, то есть разные варианты. И здесь, соответственно, мы пишем обратную связь. Здорово, ты нашел правильное решение. Так, завершить и показать в предварительном просмотре. Ну, соответственно, вот у нас будет предварительный просмотр. Мы просто сопоставляем, то есть учащийся должен так вот сделать, то есть найти соответствующий одинаковый элемент, пару, совместить. И это будет правильный вариант. Сохраняем упражнения. Все эти упражнения будут также сохранены здесь. Опять-таки, пару заданий для дошкольников. Например, это задание на упорядочивание. То есть необходимо выставить здесь цифры. Один, два, три, четыре, пять. Тоже также можно создать такое задание. Нажать кнопочку. Ну, там окей, ты выполнил задание правильно. Дальше. Еще, опять-таки, здесь вот такой перевод немножко не очень. Моя вещь называется. То есть это мое упражнение, по идее. Есть еще одно упражнение, опять-таки, на распознавание. То есть можно приступить к его выполнению. То есть, например, нужно соотнести объекты с картинкой. Выбираем. То есть это задание на сортировку. Выбрать. Прикладываем сюда. Ложку выбрать. Прикладываем сюда. И ножик выбрать. Прикладываем вот сюда. Ну, в общем-то, все. Как бы сделали. Так. Что-то тут не то. Сейчас. Прикладываем на ложку. Так. Ножик выбрать. Прикладываем на ножку. Так. Наверное, лучше начать с ножа. Выбрать. Соответственно, вот сюда. Так. А здесь будет ложка. Выбрать. Ложку. Вот так вот. И все. А, ну здесь у нас что-то перепуталось, поэтому неправильно. Ну, в общем, смысл понятен данного упражнения, значит, которое можно также предложить. Это можно делать на интерактивной доске. Это можно делать на плазменной панели, коллективно, например. И можно также делать это все на планшете. Так, хорошо, ладно. Я чуть позже отвечу на эти вопросы. Так. Дальше. Следующий сервис, который я бы хотел еще продемонстрировать сегодня, это сервис называется Ментиметр. Чтобы на него попасть, необходимо ввести, значит, такие словосочетания или буквы. 3w.mentimeter через E. Обязательно после TE должно быть. Иначе, если просто Ментиметр, то какой-то там непонятный сервис открывается, который совсем не относится к этому тестированию. Вот. Поэтому здесь, значит, вводим правильное название, регистрируемся на данном сервисе. И здесь можно создавать такие умные презентации, где мы можем разместить какую-то теорию и, соответственно, разместить опросы по этой презентации для широкого круга слушателей, учащихся. Можно опрашивать родителей на собрании, можно опрашивать студентов, обучающихся и так далее. Но эта сервис, конечно, больше для школьников и уже взрослых студентов применяется. И, в общем-то, для того, чтобы создать здесь презентацию, необходимо кликнуть на кнопочки New Presentation. Я не буду это сейчас делать. У меня есть уже заготовка. Значит, вот эта презентация у меня создана. Как вообще создавать презентацию, я сейчас продемонстрирую основные элементы, и мы с вами запустим такой онлайн-опрос с точки зрения, как это видит преподаватель и как это видит студент. Так, Mentimeter вам знаком? Если знаком, ставьте плюсик. Понятно. Так, итак, идем дальше. Сама презентация. Вот мы, значит, щелкаем New Presentation, пишем название, появляется такая вот презентация, мы в нее кликаем, заходим, открываем презентацию, там она будет пустая. Нужно добавить слайды. Соответственно, добавляем слайд. Если мы передумали, соответственно, жмем кнопку Sunset, то есть отменяем результат, да. Значит, итак, добавляем слайд и переходим вправо, значит, на тип слайда. Обычно, как правило, формируются контентные слайды, слайды с какими-то объектами, с теориями, с заголовками, с параграфами, со списками и так далее. Что входит в контент? Заголовок, хейдинг, параграф, текст, балетс – это список, имидж, рисунок, видео, большой текст, какая-то цитата, цифры и какие-то инструкции. Или, можно сказать, раздел контакта здесь можно оставить. Или раздел инструкции, который позволяет нам перейти на соответствующий сервис для тестирования. Итак, я нажимаю соответствующий слайд, выбираю тип. Ну, я вот здесь для данного слайда выбрал тип заголовок, да, и, соответственно, впечатываю здесь заголовок. Вот он у меня здесь появляется. Дальше кликаю по кнопке «Add slide», формирую второй слайд, указываю тип этого слайда, список и, соответственно, заполняю этот список на слайде. То есть цифровые интерактивные доски, мира, джамборд, подлет. Заполнил. Дальше можно добавить слайд с видео, например, да, то есть, соответственно, выбираем, выбираем тип, пишу заголовок видео, как пользоваться доской подлет. Соответственно, есть ресурс в интернете, я копирую ссылку и эту ссылку сюда вставляю, где URL. Значит, можно нажать «Edit» и, соответственно, вставить сюда ссылочку. Да, и не забываем, кстати, здесь на каждом слайде ставить реакции аудитории, понравился или не понравился слайд. Вот, сердечко, значит, лайк, дизлайк и так далее. Ну, в основном, такие самые ходовые символы. И можно отслеживать, скажем так, реакцию аудитории на ту или иную информацию и, соответственно, делать выводы и менять, значит, эти самые слайды. Следующий слайд выбираем, и здесь я выбираю тип множественный опрос. Multiple chose. Выбрал тип, выбираю контент и наполняю, делаю формулировку вопроса. Хотя сервис англоязычный, но, тем не менее, позволяет работать с кириллицей, и мы можем здесь заполнять любые значения. Итак, формируем вопрос, например, какой из перечисленных презентаций сервисов вы используете. И перечисляем. Mira, Jumpboard, Padlet. Значит, соответственно, тестируемый будет выбирать тот или иной сервис, и у нас здесь будут появляться какие-то отклики. Мы можем сделать вывод о том, какой сервис популярный. И, соответственно, здесь есть, какой результат представить, это bars, то есть вот эти вот такие вот, скажем так, столбики, круговые диаграммы или просто точки накопительные. Следующий слайд я сделал, так называемый, выбрал тип слайда, scales, то есть такая градация. scales, и опять формируем вопрос, как эффективно вы используете данные инструменты. Например, оцените по пятибалльной шкале. И, соответственно, здесь приводим эти самые инструменты. И в зависимости от выбора значений пользователями здесь мы будем видеть результат. Следующий слайд я решил выбрать, это квиз, опрос с выбором ответа. Значит, выбираю этот соответствующий элемент и после этого выбираю кнопочку контент. Здесь я, значит, формирую вопрос и формирую процентное соотношение. Процентное соотношение, ну, просто так вот придумал с потолка, например, такие цифры, которые и указывают, где вот, ну, считаю, что ответ будет верно. Дальше здесь у нас слайд один будет с результатами этого опроса, он автоматически появляется. И здесь раздел контакты, то есть как подключиться к, или инструкция, как подключиться к этой презентации. Необходимо пройти на сайт menti.com. Вот вы можете сейчас записать адрес этого, этой презентации. Числовой номер 76-58-62-36 запишите, пожалуйста, и можно протестироваться, значит, пройти этот самый опрос, когда я его запущу. Я сделаю два окошка. Так, сейчас я лишнее удалю, чтобы мне ничего не мешалось. Так, сделаю два окошка. Как раз первое окошко будет, называется, сервис menti.com. То есть, чтобы протестироваться, нужно зайти, набрать в строке браузера www.menti.com. Вот вы набираете. И я запускаю презентацию. Допускаю презентацию. Так, наверное, в конце получается. Вот, перешел на начало. Можете выбрать, соответственно, ввести и попробовать пройти. Итак, одно окно у меня, значит, демонстрирует, как работает студент, обучающийся, а это мы как раз управляем этой презентацией. Вот кто-то уже там ставит мне сердечки, я смотрю. Дальше я переключаюсь, показываю информацию. Если вам, например, понравился этот слайд, вы можете ставить. Видите, я вижу здесь сердечки, которые здесь... Да-да, вот я смотрю, вы ставите там мне, значит, лайки по этому слайду. Дальше, включая следующий слайд, посмотрели видео, например, да? Включая следующий слайд, опрос. Вот, кстати, вы можете здесь пройти опрос, то есть, какую из перечисленных презентаций сервисов вы используете. Значит, нажимаете и кликайте по кнопке «Submit». Ага, вот я смотрю, четыре человека работают активно. Так, вот. И таким образом мы можем отслеживать аудиторию. Прекрасно. Восемь, девять. Девять пользователей проголосовало. Хорошо, идем дальше. Следующий слайд. Как эффективно вы используете данный инструмент? Оцените по пятибалльной шкале. Ну, и, соответственно, здесь вот можно менять и поставить здесь, соответственно, точки и проголосовать, да? Вот. И здесь преподаватель уже видит, каким образом все это, значит, меняется, растет и так далее. Так, ну все, я переключаюсь на следующий слайд. Дальше. Опрос. Вот здесь у меня собрано количество зрителей. Вот так вот вы представляете здесь. Интересно. Я его запускаю. 15 секунд на опрос. Это время настраиваться на опросе. Вот сейчас будет старт опроса. 2, 1. 15 секунд, чтобы выбрать соответствующий вариант. Время можно настраивать на три презентации, делать минуту, там, две минуты, пять минут и так далее. Ну, я, например, нажму вот так вот, да? Так, и я вижу, соответственно, значит, результаты опроса. Ну, кстати, не забывайте там вводить имена, чтобы можно было посмотреть, как вы правильно или неправильно ответили. Вот я ответил неправильно, кто-то из вас ответил правильно. Так. Ну, в принципе, и все. И вот здесь вот можно увидеть, соответственно, баллы, которые вы набрали, значит, по результатам интерактивного прохождения. Ну, и показывает лидер. Лидер у нас Ирина с 950 поинтами, то есть очками. Так. Ну, на этом я этот сервис Minty.com закрываю. И здесь еще хотел бы вам сказать, есть такой вот сервис, который называется... Ну, обычно он открывается вот здесь вот. Когда щелкаем... Так, сейчас я выйду за режим презентации. Вот здесь вот Open Minty Mode нужно нажать, тогда открывается сервис управлениями результатами. То есть можно посмотреть результаты, но самое главное, значит, здесь необходимо сбросить результаты для следующей презентации, если мы хотим обнулить результаты для следующей аудитории уже, которую мы проводим там на другой день, например. То есть Reset Results, Reset Time, значит, и, соответственно, здесь сбрасываем. Вот такой интересный интерактивный сервис, Ментиметр, который можно использовать на занятиях, на занятиях и, соответственно, со студентами, со школьниками, с родителями и так далее. Так. Результаты сохраняются как? Результаты выгружаются. Так, минуточку, давайте, отвечу на вопрос. Возвращаясь в презентацию. Так, результаты шера. И здесь, так, нажимаем Presentation Sharing и Download Center, центр выгрузки результатов. В бесплатном варианте можно выгрузить в формате PDF, а в платном варианте можно еще и в формате Excel. Вот. Соответственно, все результаты сохраняются также после тестирования, и можно посмотреть с помощью нентимота. Так, дальше. Можно ли скопировать созданные в каком... Отвечая на ваши вопросы, можно ли скопировать Юрия Пахомова в каком-либо онлайн-сервисе урок на флешку, затем запускать с нее? Да, можно, можно выбрать в формате PDF. Так, дальше. Очень нравится детям дошколятам. Прекрасно. Три слайда бесплатно можно сделать. Три доски. Три доски. Но у них была возможность именно академического... Академической лицензии. Это нужно себя сфотографировать на сайте организации, чтобы были, соответственно, предложить... А, предложить лицензию. Но они очень долго сейчас рассматриваются. Видимо, просто они очень завалены заявками. Есть ли возможность перекидывания слушателей сервиса на сервис? Да, конечно, по ссылке в этом сервисе, как получить данные, у кого сколько баллов. Ну, я, к сожалению, расследил по поводу какого сервиса вопрос, поэтому затрудняюсь сейчас на него ответить. Ну, вроде бы все. Так. Какие еще вопросы есть? Пожалуйста, пишите. Я готов на них ответить. Так. Ну, пока, значит, вы собираетесь с мыслями. Я, значит, открыл такую виду группу «Цифровой педагог», группа в Телеграм-канале. Вот здесь есть ссылка, вот есть QR-код. Приглашаю в эту группу. Участие абсолютно бесплатное. И при наличии времени и творческого порыва я делаю какие-то небольшие микро-видеоролики, скринкасты. И, соответственно, там выкладываю такие полезные лайфхаки, которые удобны по, значит, учебной работе. Они пригодятся, в том числе в учебной работе. И, кстати, мы с Директ-Академией, наш университет, Башкинский государственный университет активно сотрудничает. И мы запускаем со следующего года, где-то с января месяца, ряд интересных образовательных программ по повышению квалификации и переподготовке. Следите, пожалуйста, за анонсами Директ-Академии и вступайте в группу. Я информацию там тоже буду размещать. Есть такой интересный проект, который называется «Содействие занятости». И мы участники многих федеральных проектов. И в рамках этого проекта можно получить бесплатное образование, отучиться на хорошей, качественной программе. Например, у нас есть программы «Цифровой педагог», «Методист онлайн-курсов», «Методист образовательных программ», «Контент-менеджер системы дистанционного обучения» и так далее. И найти какую-то себе подработку или просто применить знания в соответствующем заведении, где вы работаете. И это все бесплатно. То есть в рамках федеральных проектов мы инструктируем, мы ведем слушателей, мы помогаем им зарегистрироваться на соответствующих сервисах. И это все для вас бесплатно. То есть государство оплачивает ваше обучение, вы получаете качественное, хорошее образование и качественный документ, который заносится в базу данных ФИРДО. То есть не просто там какая-то онлайн-школа где-то в интернете, а именно мы относимся к документам серьезно, чтобы ваш работодатель не имел к вам претензий и принял вас на работу, ну или вы сохранили рабочее место. Поэтому вступайте в группу, информацию я буду кидать. Где-то старт программы, первый этап мы завершили. Мы отучили очень много цифровых педагогов в республике Башкортостан. Это позволило кому-то прокачать свои компетенции цифровые. И мы, в общем-то, подготовили еще линейку программ. Как я еще раз повторю, совместно с Директ Академией мы это делаем и будем делать. И поэтому мы ждите за нашими анонсами. Здесь в группе и Директ Академии мы будем вас приглашать на эти самые курсы. Значит, это очень-очень интересная и современная программа. Да, если хотите продолжить общение, вступайте в группу. Значит, ну, соответственно, там увидите мои контакты. Презентация есть. Презентация есть, все ссылки. Будут ли ссылки, интерфейсы и группу. Да, будут. Вступайте в группу. Еще раз там дополнительную информацию размещу. И там, кстати, есть подробные видеоролики, как работать в Мира, как работать в Джамборде, как работать в Подлете, как работать со всеми интерактивными инструментами. То есть, если у меня есть время, я записываю и выкладываю. И все это бесплатно. То есть, никаких здесь коммерческих целей не преследуется мной. Спасибо за высокую оценку. Спасибо. Ну, вступайте в группу. Будем поддерживать контакты. Будем сообщать о всевозможных мероприятиях, грантах, где вы тоже можете принять участие совместно с нами. Будем также о конференциях сообщать, которые мы проводим. И вы можете принять участие, получить соответствующие там сертификаты о публикациях в наших сборниках и так далее, научных нашего университета. Поэтому, значит, вступайте, вся информация будет там. Да, звуковые сигналы можно ставить. И видео можно сигналами, то есть и видео, и звуки можно. Сертификат вебинара, по-моему, предусмотрен. Ну что, коллеги, я очень рад, что вам понравился сегодняшний вебинар, и вы поставили высокую оценку. Я готов с вами быть на связи и дальше. Приятно было, что вы сегодня вышли, послушали меня. Значит, и для вас это было действительно полезно. Поэтому я благодарен за внимание. Спасибо. Ну, на это, наверное, я буду завершать. Если кому-то нужны какие-то консультации, вы хотите продолжить общение, то вступайте в группу, значит, цифровой педагог, мы там, соответственно, продолжим общение. Хорошо, спасибо. Всего доброго. С наступающим Новым годом. Здоровья. Всех благ. Хороших учеников. Ну, и, соответственно, удачи в учебной деятельности. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok